Всем привет! Сегодня я расскажу о снасти на летнюю удочку со скользящим поплавком и пружинкой или кормушкой Очень уловистая снасть Ловит лучше, чем просто на скользящий поплавок Для этого нам понадобится скользящий поплавок наша основная леска с удочки стопорки пружинка с грузиком вот такая пружинка со скользящим тут внутри грузиком и две бусинки итак, приступим также нам понадобится вертлюжок с застежкой для поплавка берем стопорки и на нашу основную леску одеваем первый стопорок он будет у нас выставлять глубину вот первый стопорок есть теперь мы одеваем вертлюжок с застежкой для поплавка вот вот одели вот так получается далее мы одеваем еще один стопорок этот стопорок этот стопорок у нас будет служить ограничителем чтобы поплавок не падал на нашу пружинку на кормушку вот так получается и после этого мы одеваем уже саму кормушку в кормушке в пружинке здесь трубочка она у нас будет скользящая после этого когда мы одели два стопорка вертлюжок и кормушку мы одеваем бусинку одеваем большую бусинку вот такие у меня есть бусинки вот так получается и одеваю совсем маленькую бусинку еще одну так как здесь отверстие у этой бусинки большое оденем еще одну бусинку можно в принципе и не одевать ну вот она у меня такая вообще мизерная такая бусинка вот вот так получилось потом мы можем сделать петлю можем одеть еще один стопорок ну в принципе он нам не нужен делаем петлю ненужную леску мы откусываем и вот что у нас получилось стопорки нам уже не нужно и привязываем петля в петлю крючок на поводке теперь осталось пристегнуть поплавок и наш монтаж готов в предыдущем видео я уже рассказывал какие я использую застежки на поплавок так что пользуйтесь итак расскажу как оно все это дело работает о нашем монтаже верхнем стопорком мы выставляем глубину второй стопорок нам нужен для того чтобы у нас не запутывалась снасть поплавок чтобы не запутывался с нашей пружинкой или кормушкой и поводком этот стопорок этот стопорок мы отодвигаем на полтора поплавка вот поплавок у нас длинный такой поплавок отодвигаем на полтора поплавка размеры полтора размера поплавка от кормушки вот когда мы отодвинули когда он у нас падает чтобы наш поплавок не путался за эту пружинку но это как кому удобно можно отодвинуть на 30 сантиметров на 50 сантиметров это столь так вы сами узнаете как лучше вам я обычно полтора по размера поплавка и так поняли да верхний устанавливает глубину 2 чтобы не падал поплавок на кормушку дальше у нас кормушка две бусинки и поводок с крючком то есть снасть у нас поплавок стоит кормушка любой можно поплавок ставить любой грузоподъемности главное чтобы кормушка была тяжелее чем поплавок кормушка держит наш поплавок рыба подплывает так как у нас скользящая кормушка потянула поклевку видно также для этой снасти она кстати очень уловистая снасть чем обыкновенный скользящий поплавок так как она идет с прикормкой и поклевок становится в два раза больше чем на обыкновенный скользящий поплавок также эту снасть можно сделать наподобие убийцы карася то есть у нас здесь один крючок кормушки мы привязываем на маленьком поводке еще один крючок вот прям за кормушку и маленький поводок вот так и на этот крючок одеваем пенопласт можно пенопласт с подсадкой червяка ну короче не столь так важно чтобы наша снасть лежала как на убийце карася рыба будет подходить кушать прикормку и сама зацепляться за этот крючок она ничего не будет путаться вот так как поводок этот коротенький видите снасть не будет путаться и у нас стоит стопорок ограничитель который не будет путать поплавок с нашей снастью вот такая простая снасть очень я вам скажу уловистая лучше чем обыкновенная удочка можно ловить в камышах в окнах ну не так как на обыкновенной тонке или на убийце карася что надо дорожка чтобы вытягивать нашу снасть вот спасибо всем за внимание всем них восстание чешуи до свидания до новых встреч